Двигай, двигай, двигай И снова всем привет! Вы на канале ОНБ Сегодня будет классный видосик Именно по работе с карбоном Как его ремонтировать И из Минска мне пришла вот такая вот штучка Прислал ее Денис Тюнинг мастерская Ссылочку на группу ВКонтакте Я дам в описании под видео Кстати, ребята, у них там много сейчас интересных акций Переходите, посмотрите в группе Можно сделать тюнинг почти на халяву Ну и давайте посмотрим, что здесь Я попросил ребят изготовить мне кусочек карбона Именно для опыта Вот так вот выглядит настоящий карбон Ребята, здесь 4 слоя, много не делали И, в принципе-то, сейчас мы его попробуем Этот карбон нелакированный Будем делать на нелакированном ремонт И залакируем его Посмотрим, как это будет смотреться Давайте мы его немножко поцарапаем Ну, как бы Такие довольно-таки маленькие царапинки Он прочный Наверное, поглубже царапинку сделаем Вот такую вот царапинку сделали И сейчас мы ее попробуем отреставрировать Ну и самое прикольное Это вот такая вот шпатлевочка Вольвекс И назвал я ее Медуза Почему я так назвал? Потому что вид у нее такой Она, видите, как холодец, как Медуза Ну, прежде чем ее использовать Вот такой отвердитель у нее Но прежде чем ее использовать, товарищи Мы сначала подготовим нашу плоскость Мы ее обезжирим Так, что там струя бьет Ну и для того, чтобы качественно сделать ремонт Естественно, царапки нам нужно эти убрать Берем наждачную бумагу Ну, чтобы убрать, возьмем 120 Чтобы это быстрее было Наждачную бумагу будем использовать также Вольвекс Это новинка Ссылочку на группу оставлю в описании под видео Заглядывайте, интересуйтесь, где что взять Одеваем на машинку и погнали Как видите, царапки у нас получились глубокие Мы даже сейчас их сделаем еще глубже Я уже не знаю, чем больше расцарапать Ну вот мы даже один слой уже порвали структуру Давайте обточим Ну, как можно увидеть, я расточил здесь И у меня получилась даже ямка Наблюдательный может увидеть У нас здесь образовалась яма Именно поэтому, если мы это просто залачим То Выглядеть это у нас будет не как У нас будет неровная деталь Поэтому мы ее попробуем зашпатлевать А зашпатлевать чем? Конечно, медузой Не работал еще, ребята, ей Не знаю, как ее разводить Попробую сделать это на шпателе Но что-то я думал, что ее лучше разводить, конечно, в стаканчике Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть Отвердитель жидкий очень Да, наверное, в стаканчике это было бы удобнее мешать Если у вас нет опыта, то вы ее точно не удержите на шпателе Сейчас я еще чуть-чуть капну Будем надеяться, что нам этого хватит Имеет прозрачный вид шпатлевка И это нам и позволяет Нанести прозрачный слой Хорошо вымешиваем Любой материал хорошо нужно вымешивать И наносим на деталь Заранее обезжиренную Ну и, конечно же, даем детали высохнуть Обратите внимание, как она легла Вот так вот она лежит В принципе-то как лак Мы ее сегодня попробуем Залачить В принципе, я думаю, ее даже можно полировать Блин, интересная штука Сегодня мы ее просто залачим И у меня уже нарисовалось два интересных ролика в голове Как сделать этот опыт Довольно-таки будет, я думаю, интересно Ладенько, пока даем детали высохнуть Чуть позже с вами продолжим Ну и давайте попробуем Затереть Сначала мы пройдем ее Сто двадцаткой Так, быстро первый слой сбить Ну и теперь перебиваем рисочку Также берем Шкурочку Вольвекс Двести сороковой немножко ширканем Ну и мы же готовим под лак То есть надо понимать, да Поэтому мы будем до пятисотки дойдем Так, двести сорок Ну и заключительный этап Пятисоточка Обезжирим деталь Ну и сегодня пока суть додела Используем наш лак от ОНБ Пока не могу его показать Но позже вы его увидите Сейчас посмотрим, как он работает А баночку покажем вам чуть позже Наносим лак Первый слой тоненький Небольшая пауза и наносим второй слой В принципе, что могу сказать Залачилось нормально Но пятнышко это видно Понятное дело Здесь видно, что мы три слоя протерли Ну если вот под этим углом Смотреть, как бы поверхность у нас ровная Поверхность ровная, идеальная Единственное, что да Вот это пятнышко, оно нарушено Ну в принципе, это свет здесь хороший Если вот так вот издалека В принципе-то и не видно Если такое вот пятнышко будет Где-то на какой-то ровной детали Ну я думаю, это не кресищен Там еще вот кратерочек небольшой Шланги у меня не помыты Вот так вот ложится лак, ребята Ну я его разлил специально Без шагры Как-то так Пишите в комментариях Какие бы еще эксперименты Вы хотели увидеть с этим материалом Что именно вы хотели бы увидеть И мы попробуем с вами сделать Но в принципе, я думаю Это можно сделать и задние фонари Допустим, трещина Да, там есть вариант, как это можно сделать Не знаю, как на передних фарах Ну в принципе, нецелесообразно Это делать на передних фарах Ну в принципе, можно тоже попробовать Какие-то вот такие вот варианты Какой-то пластик Видели, как он ложится Довольно-таки интересный материал Давайте в комментариях обсудим В каких сферах еще его можно использовать А на сегодня все Здоровья всем крепкого С наступающим всех, ребята Новым годом Скоро праздники Здоровья всем крепкого Настроения бодрого Добра и бабла Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok